Класс птицы. Фильм второй. Каковы особенности мускулатуры птиц? Мускулатура птиц более дифференцирована и массивна, чем у присмыкающихся, что обусловлено более сложными движениями в полете, прихождении, лазании и добывании пищи. Самые крупные мышцы – большие грудные, опускающие крылья. Они составляют 50% от массы всех мышц и до 20% массы всего тела. Поднимают крылья под ключичные мышцы, лежащие под большими грудными. Через суставы ног перекинуты сухожилия, идущие в пальцы. Когда птица, сидя на ветке, приседает, сухожилия натягиваются, и пальцы сжимают ветку, поэтому птицы спят на ветках не падая. Чем нервная система птиц отличается от нервной системы присмыкающихся? По сравнению с рептилиями, у птиц более развитый передний, средний мозг, и особенно мозжечок. За счет развития переднего мозга усложняется приспособительное поведение. Увеличение среднего мозга обеспечивает хорошее зрение птиц. Развитие мозжечка дает возможность успешно координировать сложные движения в полете. Какие органы чувственные более хорошо развиты у птиц? У птиц очень хорошо развито зрение. Орган зрения основной для ориентировки во внешней среде. Глазные яблоки крупные, снабжены двумя веками и мигательной перепонкой. Острота зрения очень высока. Птицы способны различать цвета и оттенки. Орган слуха сходим с таковыми рептилиями. Состоит из внутреннего и среднего уха, но отличается более высокой чувствительностью. Какие отделы составляют пищеварительную систему птиц? В ротовой полости пища смачивается слюной и поступает в глотку. Длинный растягивающийся пищевод иногда образует зоб, где пища накапливается и начинает перевариваться под действием секрета специальных желез. Пищевод ведет в желудок, состоящий из двух отделов – железистого и мускульного. В железистом отделе начинается переваривание пищи желудочным соком. Механическая переработка пищи происходит в толстостенном мускульном желудке, выставленном изнутри плотной рогоподобой кутикулой. Здесь пища перетирается специально проглоченными мелкими камешками. Тонкий отдел кишечника относительно длинный. В него впадают протоки печени и поджелудочные железы. Короткая толстая кишка, приспособление к полету, открывается в клоаку. Что такое птичье молоко? Так называемое птичье молоко – это жирное творожице вещество, выделяемое из стенок зоба в период гнездования, которым птицы, например голуби, кормят своих птенцов.